Здравствуйте друзья! Сегодня у нас на канале нож под названием модель 084 от известного нашего ножедела Игоря Юрьевича Пампухи. Вот такой вот у нас интересный клинок. Это углеродистый булат. Давайте посмотрим, насколько интересный и качественно сделанный нож. Нож у нас, видите, такой среднего размера. Функционально он задумывался как нож для охотника или туриста. На сайте вы еще найдете слово рыболов. Но вы должны понимать, что углеродистый булат это 2,4 процента углерода. Такое количество углерода и рыбалка как-то вызывает на некоторые сомнения о том, в каком состоянии вы этот нож привезете домой. Но на сайте озвучено. По мне так это такой хороший нож для охотника. Разделать тушу, снять с шкуру или использовать, просто как у туриста. Но держать его по возможности подальше от воды. Вот так мое мнение. Видите рукоятка и клинок по длине абсолютно симметричны. Длина клинка 117 миллиметров, длина рукояти 117 миллиметров. Ширина клинка 29 миллиметров, толщина клинка 3,9 миллиметра. Гарды у нас мельхиор, навершие мельхиор, рукоять, граб. Очень хорошо смотрится. В комплектации идет нож, ножны и упаковка. Смотрите, насколько качественные идут ножны. Внимательно посмотрели. Не знаю, сам их делает пампуха, не сам. Говорят, что вроде как сам. Видите, погруженные ножны. Видите, какая толстая кожа, хорошая проставка. Видите, два варианта подвеса. То есть повыше и вот такой свободный подвес. То есть здесь все сделано на самом высоком качестве. Ничего не выпадает. Перейдем дальше к ножу. Обратите внимание, вогнутые спуски придает при такой толщине почти в 4 миллиметра очень вкусный рез. Обратите внимание на качество. Посмотрите. Вот мы видим долы. Скорее всего долы фрезерованы. Посмотрите, насколько симметричные долы идут. Рукоять, дерево обработанное натуральными маслами с двумя видами воска. Наверное, дерево для нашему климата это один из самых таких нормальных материалов. То есть набирает тепло от руки, не скользит. Нож удобно держать как прямым, так и обратным хватом. Ничего не мешает. Все очень-очень удобно. Еще обратите внимание вот на вот эту линию хамона. На сайте написано, что это зонная закалка является какой-то там авторской методикой самого пампухи. Угол заточки по 20 градусов на сторону. Твердость вот этой части 60-62 по Роквеллу. Твердость обуха 45-48 по Роквеллу. Насчет авторской методики, ну тут даже не знаю, что сказать. Является ли это пиар-ходом каким-то или нет. Потому что вы сами знаете все, что в принципе по большому счету два способа сделать ту линию закалки. Чтобы хамон появился, зонную закалку. Первое это покрыть обух материалом каким-либо, который удерживает тепло. Ну самый простой это глиной. Тогда можно так вот красиво сделать рисунок. То есть мы накаляем в печи нож. Эта часть накаляется сильнее. Часть, которая скрыта глиной, она нагревается хуже. То есть здесь в более высокой температуре, то есть более низкой температуре. Мы погружаем это в масло. Получается та часть ножа, которая была разогрета лучше, закаляется. Та часть ножа, которая была разогрета хуже, закаляется меньше, либо вообще не закаляется. Получается мягче. Либо есть второй более Олдскульный вариант Когда нож кладется в печь Нож начинает разогреваться И из печи его вытаскивают До того момента, как разогрелся обух То есть мы понимаем, что сначала Накаляется более тонкая полоса металла То есть она накаляется отсюда Накаляется, накаляется, накаляется Здесь она накаляется в последнюю очередь То есть накалили Здесь уже как бы горячо Здесь еще не настолько горячо И нож опускается в масло И вот мы видим, вот она линия Вот так вот нож опустили Эта часть закалилась Дальше нож опустили уже до конца Подзакалили чуть-чуть вот здесь Получилось здесь 60 плюс По Роквеллу, здесь в районе 50 По мне так это, наверное, Самый лучший способ закалки Потому что Более мягкий обух Он компенсирует, сами понимаете И ударную нагрузку Получается, что энергия удара Рассеивается в более мягкой части Так как обух у нас Мягкий, а Острие достаточно твердое 60 плюс Это уже достаточно много Острие уже становится Мало того, что твердым Так еще и хрупким Поэтому любая Лишняя энергия ему не полезна Вот это у нас и компенсирует Более-менее мягкий Обух На сайте пампухи Цена всего чуда на данный момент 18800 рублей Ножик, еще раз повторюсь Очень неплохой Отличные ножны Отличный нож Идеально сбалансированный В общем Единственное Конечно Его минус В том же дело И плюс Это вот Сам углеродистый Сам углеродистый булат То есть, если вы Не в себя охотник Или турист То ради бога Если вы рыбак Ну, прежде чем Повестись на то, что написано на сайте Подумайте сами Большое количество углерода Плюс вода Равно Ржавчина То есть Стоит ли вам Заморачиваться Или все-таки Для рыбалки Можно приобрести Что-нибудь Более нержавеющее В общем Вот Друзья мои Вот такой Классный Отличный И качественно Собранный Нож С отличной сталью С классной Закалкой Весь симметричный Весь красавчик От Игоря Пампухи На этом все Всем спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok